Какой курс, капитан? На принципе, квартирмейстер. Мы плывем к берегам Африки. Продолжение следует... Чёрный флаг. Итак, мы странным образом появляемся на корабле. Откуда-то как будто он выныривает. Прямо как в фильмах про Джека Воробья, когда они отправлялись на дно. Хотя нет, они, по-моему, отправлялись на край мира. Да, да, да. На краю света. Вот даже. На край света они так отправлялись. Как-то там падали куда-то, а потом плыли снизу вверх. В общем, какое-то безумие, но очень, очень круто. Итак, у нас задание потопить вражеские корабли. Давайте я сначала посмотрю, есть ли у нас... Нет, у нас нет пока дополнительных заданий. Хорошо, значит просто... Просто давайте... Открывать всех подряд. Так, огонь! Ух ты, кажется, я эту канонёрку просто раздавил. Неплохо. Так, тормозим, тормозим, тормозим. Суша впереди, суша. Мортирка. Мортира, мортира. Отлично. Так. Огонь. Два. Три. Огонь. Два. Готово. Так. Еще этих. Ну-ка, на кольчик надо будет. Так, 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 так. Поддадим скорости. И остается нам только... Прекрасно. Ну что, взять на абордаж, что ли, корабль? Давайте возьмем на абордаж. Чего уж тут. Возьмем его на абордаж. Так, а, груз, груз не могу уже взять. Ладно, тогда фалька нету, друзья. Фалька нету. Отправились мы на принципе, чтобы спасти мудреца. Который по-прежнему не хочет, чтобы мы его спасали. Натянуто у нас в отношении. А еще бы. Он же, по идее, должен охранять эту обсерваторию. Хотя, не знаю, объяснили ему, что с ней нужно делать или нет. Куда целишься? Да что ж такое? Нет, промахиваюсь. Промахиваюсь я частенько. Ребят, может вы... Слушайте, они не хотят опять идти на борт. Врагу. Видимо... А, я понимаю. Я начинаю абордаж, видимо, когда в миссии. Вот в таких вот моментах, когда, по идее, абордажа не должно быть. Они не идут мне помогать. Видите? Они просто стоят здесь. И, собственно, все. Ну, ладно. Вечно все приходится делать самому. Да? Ну что, атакуй меня. Атакуй меня, а я тебя зарублю. Ох ты. Еще одного. Еще одного. И еще одного. Вот это серия. Слушайте, неплохо. Вот это я называю серией. Главное вовремя сделать фонтруда. Как же быстро он машет этими саблями. Это просто превосходное оружие. Просто превосходное. Вот и все. Слишком просто. Слишком было просто. Учитывая то, что я вообще один был на корабле. Это было слишком просто. Так. Ну и что я могу с ним сделать? А, я могу только починить галку. Ну, ладно. Хотя бы боезапас пополнил. Потому что ресурсов на этом корабле что-то вообще мало. Практически их и не было. Так. Ну что, куда дальше-то? О, здесь еще груз у нас есть. Отлично. Теперь нам хватит материалов, чтобы улучшить корабль, сэр. А. Абы говорит, что у нас достаточно ресурсов, чтобы улучшить корабль. Но вообще, мне кажется, он предлагает мне какие-нибудь книппели улучшить. Потому что на что-то серьезное, типа корпусы или оружие, и пушек, увеличение количества пушек, у меня нету средств. Так. Ну что же. Остается найти мудреца. Все наверно. Поднять куруса. Так. А что это у нас там впереди? Какие-то значки. Значки похожие на те, когда мне нужно помогать своим пиратам. Может быть и здесь есть какие-то пираты, которых мне придется выручать. Потому что в городе такие значки означали, что надо кому-то помочь. Мы все ближе, капитан. Я на поиске роберца. Не задерживайся. Команда ждать не станет. Команда ждать, значит, не станет. Я же ваш капитан. Такого черта вы ждать не станете. Станьте, станьте. Это мой корабль. Моя галка. Я ее украл. Между прочим, большинство из моих морячков я спас еще тогда, в самом начале. Потому как особо так в сражениях я не проигрывал. Ну, в смысле, не давал убивать своих. Хотя, конечно, они и гибли. Это вынужденные потери. Что поделаешь. Так, здесь где-то... Где-то противник. Где-то, где-то, где-то противник. Давайте в кусты нырнем. А. Ага, он сверху в форте. Ладно, ясно. Дойдем дальше. Кусты, кусты, кусты. Везде кусты. О. Так. Поближе. Ой-ой-ой. Поближе. О, бочки с порохом. У вас здесь бочки. Офигеть. О, шикарно. Успел. Успел их всех взорвать. И что, никто не прибежит? Никто не озаботится тем, что я здесь взорвал столько бочек разом. С ума сойти. Так, давайте зарядимся. Что-то у него ничего не было. Какие-то жалкие копиюхи. Остальные улетели куда-то вообще в кусты, по-моему. Да. Ребята любят стоять рядом с бочками с порохом. Это довольно глупо. Так, мне туда нужно. Но, нет, здесь я не залезу. Наверное, мне надо на дерево. Да. Точно. Точно мне надо на дерево. И перелезть. А, нет. Блин. Вот, знаете, я больше всего ненавижу, когда он делает вот так. Ох, как же меня это раздражает. Я вот недавно понял это. Меня это дико бесит. Просто, просто жутко. Зачем вообще сделали эту возможность залезать туда, куда не нужно? То есть туда, куда, в принципе, залезть-то дальше нельзя. Капитан Кенуэй. И вновь опасный момент, Робертс. Пора нам уже прекратить вражду. Тогда не преследуй меня больше. Мне это ни к чему. Я верен своему слову. Капитан Хоуэлл угодил в засаду португальцев. Упрямый глупец. Я его предупреждал. Тамплиеры. Это они, Бёрджес и Кокрам. Те же, что привели вас в Гавану. А, видно, тамплиеров уже не скрыться, да? Полагаю, пора дать им отпор. Приятно это слышать. Я знаю, как это сделать. Но эти Бёрджес и Кокрам, они не должны унести весть о моем побеге. Поверьте, не унесут. Увидите кого из моей команды. Отправьте их ко мне, будьте добры. Конечно же. Ага. А вот и наши дополнительные задачи определились, дорогие друзья. Так, давайте взглянем на них. Совершите двойное убийство, убив Кокрама и Бёрджеса. И освободите пиратов. Ну точно, да, да, да. Мне нужно освободить пиратов. Так, там сундук у нас. Давайте я его заберу. То есть не заберу, а... Опустошу. Прекрасно. Ну что же. На спасение пиратов. Ха-ха. Как всегда. О, жердяй. Иди сюда. Иди сюда, жердяй. Я знаю, ты увлекся. Этими кустами. Ты хочешь отдохнуть. О, да. Ты очень хочешь отдохнуть. Так. Теперь ты. Нет, по-моему, он... По-моему, он не подойдет, да? А, нет, услышал. Услышал что-то. Прекрасно. Идет сюда. Идет сюда, толстяк. Ну давай, я знаю, ты сможешь забраться на этот уступ. Давай. Да. И у нас есть победитель. Победитель кустовой ночлежки. Ха-ха-ха. Шикарно. Так, ну что? Ага, тихонечко. Тихонечко. В принципе, сейчас можно рвануть. Я смотрю. Да, вот сейчас лучший вариант. Кусты, 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 кусты. Есть. Есть. Шикарно. А где пираты-то, собственно? Где же наши пираты? Давайте я сейчас в телегу. В телегу. Отлично. Шикарно. Отдыхаем. Так. Ага, патруль, значит, у нас здесь. Вот. А, еще патруль. Давайте мы всех отметим. Здесь двое. Причем эти гренадеры. Это вообще хреново. А, да, жаль, нельзя двойное убийство сделать. Или можно? Опа! Хе-хе, шикарно. Так. Эй, брось! Брось, брось, брось! Брось ты этот... Ерундень. Мне надо бы их спрятать поскорее, пока их не нашли. Давай. Да, быстрей, быстрей, быстрей. И сюда. О, фак. Заметили, да? Заметили, конечно. Эх ты гад. Ну иди, атакуй меня, атакуй меня, атакуй. Да, да, да. Молодец, молодец, молодец. Просто молодец. Все, свободен. Хе-хе, курица идет такая непринужденно, даже не испугалась. Это какая-то братская могила, а не кусты. Ну ладно, раз уж я здесь путь таким вот способом расчистил, давайте тогда... О, нет, здесь я спрятаться не могу. А... Стоп, там что-то впереди. Хотя нет, слушайте. Да-да-да-да-да, кажется впереди... Впереди держат пиратов, но... О, да их держат под прицелом. Фигово, слушайте. Давайте я зайду тогда, что ли, с этой стороны. Или лучше с той зайти. Здесь тоже у нас патруль ходит. Так, надо что-то сделать. Лучше, наверное, вот с этой стороны зайти, я думаю. Вот здесь, если я смогу залезть. Может быть, здесь где-то... Вот здесь кусты есть. Так. Кусты. Он меня не услышит, конечно же. Далековато, далековато, конечно. Далековато, к сожалению. Здесь у нас двое. И тут еще один. Вообще, конечно, вообще... А, вот те меня могут увидеть. Нет, вряд ли... О, они ушли. Они ушли. Давайте мы тогда... Вот так. Шикарно. Теперь этого нокаутируем. Ну вот, собственно, и все. Ха. Шикарная комбинация. Мне нравится. Надеюсь, что и вам понравилось. Так. Ну, а теперь надо заняться этим самым пиратом, которого там держат на мушке. Ага. Так. Ой. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Иди сюда, иди сюда, иди. Иди, иди, иди. Иди, иди. Свободен. Теперь идем в кусты. Так, что же делать? Ммм. В принципе, есть варианты. Усыпляем одного. Второго и третьего. Нет, вот так вот делаем. Ах ты, сволочь. Вы посмотрите. Еще один. Ох, я боюсь, он увидит того, который внизу. Это будет плохо. А, нет, не увидел. Смотрите-ка. Да, это вообще не так просто, как я думал. Не так просто, как я ожидал. Ладно, вроде он отвернулся. Кусты. Так, от этого избавились. Хорошо. Давайте теперь от этого избавимся. Блин. Не того. Не того я привлек. Ох, не того я привлек. Ох, не того я привлек. Твою-то мать. Ох, совсем не того я привлек. Живой щит. Ох ты, елки-палки. Сейчас сюда сбежится вся эта толпа. Свободен. Фух, е-мое. Надо скорее наверх забираться. Скорее забираться наверх. И оглушать его. Свободен. Фух. Так, давайте вниз спускаемся. Освобождаем пиратов. Хорошо, что их не пристрелили. Хорошо, что их не пристрелили. Так. А где у нас другие-то пираты? Наверное, там где-то, да? Потому что там-то вон уже все, конец. Идти дальше и некуда. Хорошо, что все-таки на выстрелы никто не сбежался. Правда. Просто отлично. Ладно. Главное действовать тихо и хладнокровно. А то я сейчас свистнул и двоих привлек. Хреново. Не рассчитал. Я же не знаю радиус свиста. Так, примерно, если только. Ага. О, что это такое? Что это за синие точки? Я не знаю, что это за синие точки. Правда. Понятия не имею. Так, вон там у нас двое. Надо было спрятаться в кустах, подождать их. Они бы развернулись. И я их раз и насадил бы. Ну, а так. Уже ничего не получится. Хотя нет. Здесь еще один чувак смотрит. Вот он, рядом с телегой. Ой. Фу. Ну, ладно. В принципе, это тоже так можно сказать, что я по тактике действую. Привлек его и... Ой, хреново. Хотя нет, смотрите. Он сюда не пошел проверять. Так что все нормально. В принципе, все нормально. Только я не знаю, что дальше мне делать. Как мне всех этих разобрать? Можно рвануть, конечно. И вот этих двоих убить сейчас. Да, я думаю, это самый лучший вариант будет. Ох ты, е-мое. Ох ты, е-мое. Так, ну ладно. Это немного не то, что я хотел. Ну да ладно. Сейчас уберем этого отсюда. Пусть здесь валяется. Так. Ну, в принципе... Тогда можно и с этим уже разделаться. Ага. Подметили немножечко чего-то. Ничего страшного. В принципе, эту группу тоже несложно разобрать. Дальнего усыпляем. Хотя даже можно этих двоих убить, а потом и дальнего. Но вот те, кто наверху, могут заметить. Вот в чем дело. Могут заметить. А, так этот меня не слышит. Вот в чем дело еще. Так, отдыхай. Надо бы его убрать, что ли. Ах, ладно, черт с ним. Надеюсь, никто не заметит. А, вон пираты. Вижу, вижу, вижу. Смотрите, вдалеке появился значок. Так, блин, заметили этих. Этого заметили. Сказал, надо было его убрать. Вот ведь гадство. Ладно, давайте достану сабли. Шпаги, сабли. Ха, пошли проверять. Кого вы там пошли проверять, я не понимаю. Чего вы там пошли проверять? Ладно. Пока отсюда свалю. Опа. Хорошо. Этого забрали. Этих двоих можно убить, но... Стрелок! Стрелок! Вот наши проблемы, дорогие друзья. Это стрелок. Куда мне вообще нужно? Давайте откроем карту. Так, ну, я в принципе практически у цели. Давайте вот даже метку поставлю. Хотя вот им нет никакого смысла. Ладно. Мне нужно вперед. А вообще еще могу синхронизироваться здесь. Надо бы со стрелком как-то разобраться. Этот заметит меня? Не знаю даже, не знаю. Давайте я стрелка сейчас усыпить попробую. Ну, вернее, не попробую. Я его усыплю, конечно же. Этот гад возвращается, посмотрите. Вон он стоит. То есть не стоит, а идет. Вон он. Ну, все, думаю, он меня не заметит. Давайте наверх. Давай, давай, давай. Крутируем этого. Все, отлично. Наверх они вообще смотреть не любят. Так что... Это, я думаю, то, что нужно. Вон они держат их на мушке. Так. В принципе, план у меня практически готов. Мне бы хорошо на это дерево забраться как-нибудь. Давайте тогда... Сейчас как-нибудь... Попробую... Надо как-то залезть, понимаете? Да не свисти ты. Денег не будет. Повиснуть. Я хочу наверх забраться, понимаете? В чем дело? Как-то же мне надо туда забраться. А я, в принципе, не понимаю, как мне это сделать. На ту сторону. Вот. Вот здесь вот, наверное, можно забраться. Вот так вот. Вот так, вот так, вот так. И давайте синхронизируем эту территорию. Так будет удобнее. Отлично. Ну, прыжок веры я совершать сейчас не буду. И это ни к чему. Мне надо бы попасть на дерево. Вот так. Ха-ха, за ветку он зацепился интересным образом. Так. Ну, собственно, сейчас мы этих двоих... О, черт. Это не входило в мои планы. Так. Усыпляем. Оглушаем. Набегаем. Отлично. Освобождаем. Вот так вот. Собственно, все как по нотам. Я так и планировал. Только я, ну, не совсем так планировал. Я думал, вон тех двоих возле костра... Он убьет в один присесток. Ну, как получилось, так получилось. Давайте забираться наверх сейчас. Спрыгивать прыжком веры. И продолжать наш путь. К тому, как зеленая зона впереди. Зеленая зона, значит, там находятся Бёрджес и Кокрем. О! Колокола сигнальные. Фигово. А куда он спрыгнет-то? Слушайте. О! Ёлки-палки! Да ты что? Ну, вы посмотрите, а, дорогие друзья. Ну, я не знаю, что добавить. Я просто не знаю, что добавить. Вот как так, а? Вот как же так получилось? По-идиотски совершенно. Ну, глупее не придумаешь. Ну, в самом деле. Он же должен безопасным спрыгнуть был. Почему? Это же точка синхронизации. На всех дурацких точках синхронизации есть эти безопасные прыжки. Какого чёрта сейчас-то? Вот. Прямо такое впечатление создаётся, что меня всё время кто-то подставляет. Ещё и эти резнулись. О, ё-моё. О-хо-хо. Когда же у меня игра-то сохранилась, получается, если даже эти ещё живы? А, ну да, наверное, после спасения первой пачки моряков. Ну что же. Ладно, хорошо. Давайте я ещё раз проделаю эту нелёгкую последовательность действий. Хотя, в принципе, теперь уже всё намного проще. Давайте заберёмся наверх. Хотя, наверное, стоило бы мне этих двоих укокошить сначала, которые ходят здесь зад-перёд, прежде чем двигаться дальше. Да. Ну, вообще, конечно, хорошо, хоть игра так сохранилась. А то, знаете, могло быть и хуже, на самом деле. Так, вон эти двои идут. Мне надо... Надо забраться наверх. О, какой здесь удобный. Лаз есть. Отлично. Так. Вообще, знаете, что, если я сейчас вот этих двоих убью, ну, те придут и будет мне не очень хорошо, на самом деле. Надо было мне, наверное, поспешить и прыгнуть на этих двоих, когда они были здесь, а потом резко убить этих и усыпить дальнего. Да, наверное, это лучший будет вариант в данной ситуации. А где эти двое-то, подождите? Куда они делись? Опа! Появились из ниоткуда. Видимо, здесь есть зона видимости или что-то типа того. Ха, забавно, конечно. Но вообще, да, смотрите, вон там должен чувак стоять, а я его не вижу отсюда. Да, вот это приставочное ограничение, дорогие друзья. Так, ну что же. Ну, давайте я этих атакую. Так. Этого. О, чёрт, тот увидел, тот увидел. Так. Шикарно. И я не поднял тревоги вот этими действиями. Ну, да ладно. В принципе, так даже лучше. Такс, давайте набегать ещё раз. Приготовились. Опа! Шикарно. Освобождаем пленников и двигаемся дальше. О, кстати. А это что у нас здесь за проходик такой интересный? Давайте посмотрим. Ой. Не спрыгни вниз, блин. Не хочется мне ещё раз разбиться. Так, 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 так. Ё-моё! Телега! Блин, слушайте. Да, мой косяк. Мой косяк, дорогие друзья. Я не увидел телеги, и поэтому, когда прыгал, нажал чуть-чуть вправо. Я почему-то подумал, что он может приземлиться прыжком Веры в кусты. Ээээ, да. Большая ошибка. Ну что? Во, вроде он встал на позицию. Давайте прыгать. Да, шикарно. Вот он прыжок Веры. Давайте-ка я схвачу ещё и этого заодно. Если получится. Есть. Отлично. Отлично. Так, Бёрджис и Кокорен. Где же вы можете быть? На сранце. Тут у нас целая толпа ходит. Здесь двое. О, давайте в эту плантацию спрячемся. Чёрт, блин. Давай-давай-давай. Есть. Чуть не спалился. Да, чуть не спалился. Так, вон там ещё у нас кусты. Сколько здесь кустов. Это просто прекрасно. Просто прекрасно. Да не лезь ты наверх. Не люблю, когда он вот так лезет. Дико я это не люблю. Так, здесь двое. Водит. О. О, чувак рядом с кустами. Это просто награда. Услада для глаз. Никого нету. Идём со мной, парень. Идём со мной. Будешь отдыхать. Да, в кустах это беспроигрышные варианты всех прятать. Давай я тебе на дом что-то заберусь. Где эти двое-то? Где эти двое? Ну, залезай. Чё ты? Я не понимаю. Чё он не залезает? Вставай, собака. Боцману надо подсобить. Кто это кому говорит вообще? Наверное, эти двое, но... Я их не вижу. Что за ерунда? Что за ерунда? Я их не вижу, но они где-то... И, блин, заметят же так ещё. Так, так, так. О, ё-моё, вышка! Так, а что если... Прятаться сюда? Ха-ха! Ну, где же эти двое-то, а? Вроде я вот, да, в зелёной зоне. Практически в центре её. Но этих двоих я не вижу. Чё такое? Ага! Вот они! Вот они, вот они, вот они. Давай, 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 давай. Возможно, это мой шанс, дорогие друзья. Ну, пожалуйста. Зажгись, 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 зажгись. А, чёрт, они разошлись. Они разошлись. Блин. Что же делать? Ну, и что же мне теперь делать? Ну, вот, теперь они разделились. Цель уходит. Да, цель уходит, зашибись. Всё, он убежал куда-то. Почему он убежал? Ну, что, меня заметил? Нет же, быть этого не может. Подойдите ближе к цели. Да о чём речь-то? Как? Как так? Не понимаю. Мне же надо их убить, а не идти за ними и не подслушивать их. Почему десинхронизация? Так, дорогие друзья, мне это очень не нравится. Ладно. Второй раз я вам всё это не буду показывать. Давайте я это пропущу. Итак, дорогие друзья, вновь я добрался до этой маленькой деревушки, где Бёрджис и Кокрон со своими людьми мародёрствуют вовсю. Прийти они должны у нас вот оттуда. Вот где-то с той стороны, как вы помните. И я так понял, они ходят по домам. Ну, зовут своих... Как сказать? Господи, не знаю. Подчинённых! Бандитов, короче, они своих зовут, которые им подчиняются. Чтобы те скорее собирались и шли на корабль. И, в общем, вся дорога пролегает вот так у них через деревушку и прямо на корабль. Там у них финальная точка. Так как они ходят по домам, то они вместе не ходят. То есть они очень редко ходят вместе. И эти места, где они ходят вместе, вернее, это место, это только вот здесь, где мы можем, собственно, их застать. Вон там дома, здесь дома, а вот здесь вот дорожка, видите, идёт на повороте. И сверху ещё у нас ветки нависают. Довольно непростое задание убить их вместе. Вон, вон они идут. Вон один из них. Давайте я сразу сейчас попробую забраться на эту ветку. Ага, отлично, отлично. Берите, что сможете унести. Ждать не будем! Так, вот здесь я спрячусь. Вот эти двое. Вот они идут. И здесь вот единственное такое место, где они идут вместе. Сейчас второго ещё отмечу на всякий случай. Так, мне нужно теперь дождаться вот сейчас. Удобный момент. Так, 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 давай, 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 давай. Сейчас, когда они двое будут. И... Есть! Ха-ха! Ты помог нам, Кенуэй. Доказал, что ты ассасин. Но зачем? Потешить свою гордость. Вы встали у меня на пути. Не стоит так делать. Ха-ха-ха! Эгоист ты, дурак! Хорни Голд был прав. Он для меня ничто. Пустое место. Как и все вы. Напрасно, Кенуэй. Вспомни, ведь именно тамплиеры помогли нам. Не король. Не родина. Тамплиеры. Тамплиеры. Наша семья. А где твоя? А своей? Наш Эдвард еще не обзавелся. Ну что же, неплохо. Неплохо, неплохо. Если не считать... Так, что это? Не считать пары фейлов, то я довольно быстро справился. Там, джентльменам удачи, доступно изобилие, удовольствие, легкость, свобода и сила. Это что, мудрец? Кто же в своем уме выберет ту жизнь, когда единственная угроза пиратству косые взгляды бессильных мира сего. Ха! Да, я среди вас шесть недель. И за это время стал мыслить так же, как вы. И признаюсь, убеждения мои стали так сильны, что их яркость непривычки, возможно, даже пугает вас. Но... Если вы видите во мне капитана... Черт подери. Я буду им. Да! Ха! Ну, давай. Я испробовал все это, и теперь я знаю, лучше быть капитаном, чем обычным человеком. О, боже. Ваше упорство мне льстит. Я ищу обсерваторию. Говорят, только вы знаете, где она. И это так. Хоть мне и претит такое рвение, Но я вижу в вас скрытые таланты. Бартоломью Робертс. Эдвард. Бартоломью Робертс. Пока мне нечего сказать. Жду через два месяца. К западу от подветренных островов. Поможете мне, я дам ответ. Хм, ну что же. Это неплохая сделка. Совсем неплохая. Бартоломью. Барт, значит, его зовут. Ну что, классная миссия. Классная миссия, конечно. Не супер, но хорошая. Хорошая. Главное, что доверие заслужено. Ну что же, дорогие друзья, на этом наша девятая, по-моему, девятая последовательность завершается. Дальше мы уже переходим в новую фазу дружбы с Бартоломью Робертсом. Но встретимся мы уже в следующей серии. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо и до следующей миссии. Субтитры подогнал «Симон»!